Сегодня хотелось бы рассказать об одной из актуальных тем, то есть в сегодняшнее время в общем, не только для нашего общества, но в общем, которое касается сегодняшнего современного общества. Потому что идет целенаправленная работа для развращения и для того, чтобы сделать рабами своих страстей современную молодежь. И может быть кому-то покажется, о чем хочет имам сказать сегодня. Основным может быть взрослое поколение, которое может быть не видит всех проблем. Но однако эти проблемы, они существуют. Они существуют и уже к нам тоже приходят эти проблемы. В наше общество, общество дагестанцев, горцев, мусульман. И как говорил Ибн Хазм, рахимахуллах, он говорил, что если человеку даровано знание, и он может преподносить этот ильм, это знание может преподносить, и он видит, говорит, в обществе, что происходит то, что нехорошее, что-то нехорошее происходит. И если он, говорит, об этом будет молчать и говорить о чем-то другом, в котором вообще общество не нуждается, то это, говорит, хьянат, это вероломство в отношении того знания, которое Всевышний Аллах даровал ему. И сегодня часто мы слышим в СМИ на мембарах за чашечкой чая, когда сидим, ну, обычно это обсуждение бывает, бывает, вот говорят, вот молодежь наша современная, она вниз вот катится. Раньше, допустим, вставали взрослым, а сейчас может кто-то наушники одеть и вид сделать, что в телефон смотрит, и видит, мимо проходит специально, чтобы не уступить место. Юноши, девушки матерятся в открытую. Или, допустим, что на замечания реагируют, очень нехорошо реагируют на замечания, наркотические средства принимают, распутанную образ жизни ведут и так далее. То есть всегда все мы валим на молодежь. Эта молодежь, она запрограммированная, что ли, так родилась? Наоборот, Аллах же в Коране говорит, что каждый человек, который рождается, он рождается на фитре. Фитр – это естество, которое предрасположено к истине. предрасположено к истине. И затем его родители делают уже кем-то из людей. И поэтому это все тоже неправильно, когда все мы валим на молодежь. Говорим, вот там сейчас плохие, они такие стали, такие, сякие, и так далее. Это они же сами по себе такими не стали же. И говорят, вот молодежь, она разрешена и винят всех извне. То есть все виноваты. Будет Америка, Европа, Корея, Япония, разницы нет. Ну, все, кто угодно виноват, я не виноват. То есть родители есть, или учителя, мы не виноваты, ну, извне все виноваты. Обычно вот так мы находим оправдание. Потом еще бывает, многие вот жалуются, мы сами знаем, да, вот приходят, пусть это будет в социальных сетях, или приходят к имамам, допустим, или в обществе вот жалуются, говорят, особенно вот женщины бывают, они жалуются, говорят, вот настоящих мужчин не осталось, одни там нахлебники, альфонсы, которые за счет там других живут, истерички, как женщины стали, мужчины, истеричками стали, которые сразу из себя выходят, в руках не могут себя держать. Ну, почему так стало? Потому что вот так воспитывают, воспитывают, или же воспитание полностью телефону отдают, или уже за воспитанием не смотрят. И потом, что вырастает, кто вырастает, вырастает поколение такое, женственных мужчин и мужественных женщин. То есть те женщины, которые на себя обязанность мужчин берут, идут, зарабатывают, кормят и так далее, а мужчины, они как женственные становятся, потому что вот так воспитывают. Если, допустим, раньше как было, даже возьмем, не сказать там лет 50 назад, раньше там лет 20 назад, 10 даже лет назад, обычно родители, они боялись за дочерей. То есть вот дочь может обесчеститься, вот так боялись, родители вот так боялись раньше. В наше время, уже родители, они больше, чем за дочерей, уже за сыновей боятся. Что там женскую, какую-то атрибутику оденет, и как, ну, женственным таким, женоподобным станет, и просто не как мужчина уже будет, а просто особь женского пола, то есть мужского пола, особь мужского пола, который себя как мужчина, характер мужчины, ничего не представляет. Поэтому сейчас родители уже, они боятся больше за сыновей, чем за дочерей даже, если раньше наоборот было. И даже сегодня уже есть среди нас, среди дагестанцев, которые считают религиозность, традиционные браки, семейные браки, да, как мы обычно привыкли, там, мужчина там понравилась, девушка женится, чтобы мужчина был мужчиной. Просто это считают средневековым мышлением. То есть это как бы изжитки прошлого. Зачем вот эти браки нужны? Это просто изжитки, то, что было раньше, в средневековье. Сейчас уже как бы цивилизация, современный век, нужно взгляды поменять, чуть по-другому смотреть. И понятие моральности, то есть моральный кодекс, который мы знаем, это понятия, они относительными стали. То есть это то, что примерно вчера, может быть, было аморальностью, то есть чем-то неприемлемым, то сегодня это может быть чем-то нормальным. То есть как такового кодекса морального тоже нету. То есть это границы, они размыты. И кто думает в наше время, что это его не коснется? Это каждого коснется. Коснется каждого. Почему? Почему коснется? Потому что у каждого с детства ребенок, пять лет, ему шесть, там во второй, третий класс ходит, у каждого есть гаджет. Это не простой, не фонарик тоже, а который сами даже могут в пять лет они в Ютуб заходить, могут уже хоть читать, писать не могут, могут заходить, смотреть. А родители не контролируют это. Они не смотрят, чем там ребенок увлекается, что он там смотрит, кто у него друзья, будет это настоящие или виртуальные друзья, там разницы нету. Поэтому это может коснуться каждого. И даже тех, кто вроде бы обучают, преподают и так далее, может его семье тоже это коснуться. Но один хитрый ход такой есть, один хитрый ход, который используют те люди, которые продвигают эту мерзость в массы. То есть это не то, что примерно думаю, обычно говорят, вот окно Авертона говорят, есть такое понятие, чтобы любое, любое, которое общество, оно не приемлет любую вещь, эту вещь как можно поэтапно внедрить в общество. То есть не об этом, не об этом, потому что об этом, наверное, знают многие. А другую хитрость используют, как информационные взбросы, бывают такие, это первое, когда мы знаем кавму лют, лют алейхи салям, пророк лют, к какому обществу он пришел? Садамитам, которые делали однополые браки и так далее. То есть эти садамиты, они что делают? Они называют тех, кто разъясняет их мерзость или остерегает, они их называют в обществе или же в социальных сетях чтобы человек, их оппонент, кто как бы против, они кого считают против себя, чтобы он как бы себя закомплексованным таким чувствовал, они вот говорят, вот он гомофоб, говорят, вот так. Что это означает? Фобия, что означает? Фобия, если посмотреть, это означает сильный страх, неконтролируемый страх или же панические атаки. Разве у кого-нибудь из мужчин, которые есть по отношению к ним страх или же панические атаки. Нет уже, это просто как информационный такой вброс бывает, как бы дискриминировать этих людей, которые, как начиная с Адама, алейхиссалям, и последующим, все, которые были, чтобы род продолжать, они женились. Мужчины, женщины были всегда. А сейчас уже вот так меняют и могут написать там, альхамдуллях, у нас это мы знаем в государстве на официальном уровне, да, там мама, папа, но есть уже такие государства, которые родители один, родители два пишут уже. И второе, второй, который хитрый ход делают, это называют своих оппонентов, вот эти люди, садамиты, они называют своих оппонентов средневековыми. Вот у тебя средневековое мышление. Вот мы цивилизованные люди, 21 век на дворе, ты еще там из жидких прошлого живешь. Но на самом деле, если посмотреть, то так пропагандируется, как будто бы наука и цивилизация, она равна, наравне, как бы стоит с атеизмом и садамией. То есть, когда говорят цивилизация, наука, значит, это человек или атеист, или должен садамитом быть. Это просто тоже информационный сброс. Наука, она нейтральная. Если человек, кто бы ни был, какой бы он расы ни был, какой бы нации ни был, какой бы конфессии ни был, если он науку изучает в определенной отрасли, он и бывает ученый определенной отрасли, она не принадлежит кому-то, каким-то конфессиям или нациям. Кто обучает, он ученый. Поэтому это тоже один из таких информационных как бы вбросов, чтобы вот эти границы размыть. И ислам, он всегда призывал к науке. Аллах в Коране много призывает к размышлению. И ислам всегда призывал к цивилизации, чтобы легко было человеку жить, чтобы было комфортно жить для служения Всевышним Аллаху, чтобы помогали друг другу. Ислам к этому призывает. А так подают информацию, как будто бы цивилизация и наука она с атеизмом и садамизмом, а все остальное, кто бы там ни был, кто не с ними. Они якобы с средневековым мышлением. Но если человек задумается, посмотрит, изучит историю, историю пятых, шестых веков, то есть до появления пророка Мухаммада алейхиссалату вассалам, историю стран и обшин, каково было, какое было тогда сверхдержавы, какие были, какие были у них философско-религиозные течения, какой у них был моральный кодекс, чему они следовали. Пусть посмотрит, прочитает. Это были Византийская, Персидская империя, одна из больших на то время и так далее. Пусть посмотрит среди арабов до посланника Аллаха на каком уровне были женщины. Кто-то их считал как вещь, кто-то мог использовать их как ресурс. У них в убеждении это было, как будто это ресурс, как, допустим, свет, газ и так далее для общественного пользования. И это было не просто какие-то группы, это официально как в городах и общинах исповедовалось. Когда потеряли веру в единого Бога и поклонялись кому и чему угодно, любым творениям. И также, когда не было именно как определенного морального кодекса. Потому что то, что было вчера, может быть морально, сегодня это аморально или наоборот. Вот так как изменялся. А божественное, то, что было неспособно всем пророкам, самого ценного. Можете лишиться имущества, здоровья и так далее. Поэтому он был один, этот кодекс, который божественный. И как посланник Аллаха с его приходом и распространением ислама, как на территории арабов, которые были Персидской империи, мы знаем, она уже большая часть в ислам пришла, Византийской империи и так далее. То есть эти империи, они были уже мусульманами последующим, после Умара, Схаба и так далее. И что искоренили? Как раз таки вот это средневековье, которое тогда было, которое на определенном этапе искоренили вот эти разные, которые были стереотипы и тому подобное, вот к этому средневековью призывают сейчас под красивой обверткой, под обверткой цивилизации. Нет, ислам не против цивилизации, ислам не против науки. Просто такой хитрый ход делают, хитрый ход, чтобы верующий он себя чуть закомплексованным чувствовал и тому подобное. поэтому у нас может возникнуть вопрос, вот обозначили проблему, да, проблема есть. Обычно бывает, некоторые рассказывают или критикуют и дальше критики ничего не бывает. Критика и все. Ну, как говорится, критикуешь, предлагай. И так проблему же все видят от того, что сейчас кто-то будет говорить, вот, везде там разврат там и так далее. Это и так все знают. Это же не скрыто от того, что это будет человек какой-то говорить. Поэтому, что можно сделать, вот, мусульмане мы сейчас есть, что мы можем сделать? И любой человек, хоть он не мусульманин, потому что фитра человека, Аллах так по природе любому человеку заложил. Заложил, и по природе человек, у него есть определенные нормы, которые он не может нарушать. Или же это обычно с детства делать, чтобы нарушали эти нормы, чтобы он привык к этому. Поэтому не только мусульмане, но и бывают и не мусульмане, которые хотят видеть общество здоровым. Что можно сделать? Первое, конечно, это полностью остеречь, некоторые бывают, это уже как фанатизм, другая крайность. Некоторые бывают, они говорят, вот там телефоны нужно забрать, этот телевизор вытащить и так далее. Такие люди тоже встречаются, это невозможно. Что сделать? Нужно ребенку, да, он будет сталкиваться с этим. Каждый ребенок будет с этим сталкиваться в наше время. Мы должны знать это, быть готовыми к этому. А что можно сделать? Можно просто показывать ребенку, обучать его веру в единого Бога, любовь ко Всевышнему Аллаху, доброту и относиться к ребенку своему. на своем примере показывать, как можно сделать, что можно делать, что не нужно делать. Они каждый раз перед детьми чуть на стойку не становятся муж с женой, чуть там драка у них и начинается. И тогда ребенок тоже видит, а опять начинается, что папа пришел, опять начинается. И возьмет, уткнется в телефон и все, чтобы все это не видеть. Поэтому самое первое это уделять внимание семье, своим детям, смотреть, воспитывать им, за ними, потому что большая часть именно на молодежь сделана. Именно на молодежь акцент большой. Потому что молодые ребята, мы сами себя вспомним, 14-15 лет подросткового возраста, переходного возраста. Что-то бывает такой юношеский максимализм, крайности любим. Поэтому такими людьми легко бывает манипулировать. Если хороший манипулятор найдется, бывает легко манипулировать. Поэтому это ложится ответственность в первую очередь на родителей. затем уже конечно на учителей. Но учителя в наше время мы знаем. Учителя когда маленькое замечание делают детям и сразу родитель появляется. Там у них начинаются разборки с учителем. И поэтому сейчас может ребенок в школах бывает такое, что жалуются иногда учителя целый урок маленький даже 5-6 в 5-6 классе сидит в соцсетях. Есть замечание что-то сделает, агрессию наоборот проявит, когда родителям скажет, родитель еще его поддержит этого ребенка. И поэтому учителя как будто у них руки завязаны в наше время. Поэтому наоборот родитель должен прийти и спрашивать сам, как мой сын, как моя дочь учится. И наоборот учителю поддержку давать. Если даже это что-то сказал учитель, а не вот так, потому что вот так если делать, большая часть же, чем дома проходится в учебных заведениях. Если там тоже родитель не дома не смотрит за детьми, и в школу приходит или в учебное заведение, там тоже на учителя наезжает он примерно. Тогда конечно воспитание не получится у ребенка. И иногда бывает, когда это замечание принимает штыки, то есть свои же близкие могут быть родственники, друзья, когда обозначаешь, говоришь, брат, это вот так, вот так. И он начинает оправдываться, нет, ты не так подумал, это не так, а по-другому. Арабы говорят, узру акбаху мин замб. Иногда такое бывает, что узру находить оправдание, как бы отмазываться, это иногда со стороны видно, что даже хуже то, что он совершил. Даже хуже может быть греха. Вот это оправдание в определенных случаях. Поэтому нам стоит побудиться на это всем мусульманам, верующим людям, чтобы смотреть, присматривать за своими детьми, чтобы детей с детства воспитывать сыновей, как мужчин, а женщин, как женственным, чтобы они были хранители очага, мужчин, чтобы они были ответственными людьми, на которых будет ложиться в будущем ответственность на их плечи. И на самом деле это тем более нелегкое, нелегкое в наших современных реалиях, в наших современных реалиях это не так легко. Но за это, конечно, будет и вознаграждение. Почаще делать дуа за своих детей, приводить их на вааза, когда сам отец приходит вместе с сыном приводить. И если вот так будет мусульманин делать, то, иншаллах, будет все хорошо. А так в обществе, чтобы сказать, что такого не было, такого не может быть. Потому что большинство, если посмотреть, не все, конечно, не все, большинство, большинство посмотреть, именно вот эти люди, которые ведут аморальный образ жизни и так далее, они бывают большинство из неблагополучных семей. Или примерно, когда развелись, отец, если примерно наркоман, допустим, или же алкоголик, и с ним дети остались. Или, допустим, мать развелась из-за того, что там ее муж увидел, что с кем-то чужим мужчинам отношение было, развелся, а с ней дети остались. Но какие они воспитания детям дадут? Поэтому так тоже может быть, что вот так молодежь растет и из такой среды. Ну и, конечно, наоборот, тоже бывает, когда родители идеальны, и дети даже посмотрели за ними, смотрели, обучали, но пошли не в то русло. Это, конечно, все на воле Всевышнего Аллаха. Но мы, то, что от нас зависит, причины, сабаб, конечно, мы должны это делать. Пусть Всевышний Аллах поможет нам во всем благом. Валхамдулляхи Аминь.